Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс продолжает свою программу. Сегодня среда, 26 июля. И как всегда уже по доброй традиции в этот день у нас беседа в студии, гость в студии доктора Айбек Изатов. И мы сегодня поговорим естественно о здоровье. Предыдущие несколько программ были посвящены тибетскому трактату целительства Джуд Ши. Ну Айбек, во-первых, здравствуй. Здравствуй Миша, здравствуйте дорогие Ну просмотров много у нас на ютюбе и много также отзывов, но люди спрашивают о том, что действительно, во-первых, для восприятия трактат достаточно сложный, очень много терминов, очень много и слов, которые совершенно непонятны. Поэтому вот давай мы сегодня проведем программу по-простому, так сказать, понятно, чтобы было всем. Чем проще, тем лучше, правильно? Ну, существуют разные подходы к целительству, существует очень их много. Ну вот я, допустим, могу выделить три всего лишь. То есть подход к целительству, как подходит к этому современная медицина, то есть физическое тело. Подход к целительству, потому что болезнь зарождается, скажем, у нас в уме, и это энергетические наши тела, то есть в ауре, собственно говоря, видно зарождающая болезнь. И дальше третий вариант, самый сложный вариант, это кармический вариант. То есть болезнь приходит за, так сказать, как справедливое, ну что ли, возмездие или реакция на какие-то совершенные проступки. Потому что если мы говорим о болезнях, то это речь идет не о поступках, а уже о проступках. Вот давай мы об этом поговорим. И, в общем-то, как человек должен подходить к себе с точки зрения здоровья. Потому что здоровье-то ведь тоже бывает физическое здоровье, здоровье бывает эмоциональное, ментальное, здоровье бывает душевно-духовное. Поэтому, так сказать, с чего начинать? Вот ты человек, который не просто доктор, а ты человек еще, который много лет занимаешься восточными практиками, и к своим пациентам это именно и применяешь. То есть знание медицины в разных аспектах. Интересно, как ты говоришь. Действительно, прошлые передачи у нас были неудачные, потому что я считаю, что это моя дина, я неправильно подготовился и неудил этого времени, как более доступно объяснить философию джудши. Но, тем не менее, стараюсь, значит, исправить свои ошибки. Дело в том, что я неправильно сказал, что есть три основных подхода в медицине, и в аллергетии это считается, значит, первый подход это божественный, второй подход это, значит, человеческий, третий подход это демонический. Значит, божественное, как ты правильно говоришь, это связано с кармой, и люди лечатся в основном мантрами и, значит, молитвами. Человеческий подход это в основном лекарственный подход, и подход, значит, травами, и диетой. А демонический подход это, значит, когда вам начинают делать операции, резать, втыкать иголки, это уже, так сказать, часть демонического подхода, и тоже связано с кармой. Но можно еще разделить болезни на многие типы, значит, и подход к этим болезням тоже можно разделить на многие типы, и, значит, как мы уже упоминали, это есть люди нармостеники, гиперстеники, гипостеники, астеники, то есть пита, вата, капха, есть мелохолики, сангвиники, флегматики, и холерики, это делится уже в греческой медицине. В зависимости, значит, от конституции, которой принадлежит человек, он развивает определенные заболевания. Есть болезни богатых, есть болезни бедных, кстати. Значит, люди, которые, ну, получили большой стресс в жизни, люди, которые неудавшиеся, значит, в своих планах, попавшие в фрустрации, тоже имеют определенные заболевания, которые, значит, можно связать с причиной бедности. Есть заболевания богатых, которые, ну, реже встречаются, конечно. И я считаю, что, значит, врач, настоящий врач, должен помогать в этом случае не только своими, значит, специализированными процедурами и так далее. Я думаю, что, ну, в древности врачи были, как бы, как наставники. Они помогали в бизнесе чаще всего, одалживали деньги, значит, они... У них была такая необусловленная такая любовь к своим подопечным. И это были действительно врачи по призванию. Это не были врачи, чтобы, ну, заработать деньги. Таких врачей, к сожалению, мало сейчас. И людям необходимо дать знание, которое является лекарством, с одной стороны. Потому что, зная, допустим, что, ну, как лучше принимать воду, зная, с чем лучше принимать лекарства, зная, какая диета для человека, значит, лечебная какая, значит, патогенная, это тоже знание. И врач должен доносить эти знания, значит, в виде индивидуальных бесед, лекций. И, в общем, рваться в публику. Таких врачей мало, кстати, осталось. Но есть. Есть врачи, которые сами заболевают и лечат себя. И понимают, что чувствуют больной, значит, заболев этим определенным заболеванием. Поэтому очень много, значит, самопожертвований в этом случае. И, кстати, сейчас действительно люди, ну, большой кризис, действительно, практически везде. Люди хотят, люди хотят заработать, чтобы прокормить детей, семью. Не получается, человек начинает болеть. Чаще всего это гепатиты, язвы, значит, заболевания лёгких. Ну, я могу привести примеры вот того, что ты говоришь. То есть, как бы, связь, она не прямая. Но я слушал как-то лекцию одного доктора, достаточно известного доктора российского. И он рассказывал такую историю. То есть, напрямую она, как бы, никак не связана с физическими проблемами у человека. Но она передаёт как раз-таки ту связь с теми законами, можно сказать, которые человек нарушает. Законы. Речь шла о том, что пришёл на приём к этому доктору, пришёл один человек. И с жалобами на сердце. И его посмотрел доктор. И начал ему задавать на его, на первый взгляд, какие-то странные вопросы. Он спрашивает, а кем вы работаете? А он говорит, доктор, ну я же к вам пришёл, у меня вот сердце. Вы делайте анализы, делайте тесты и лечите, так сказать, меня. А он говорит, нет, вы вначале ответьте на вопрос. Он говорит, ну хорошо, отвечу. Я ночной сторож. Он говорит, а вы знаете, дорогой мой, что вы нарушаете закон. Он говорит, какой закон я нарушил? Он говорит, закон времени вы нарушили. Ночной сторож ночью, соответственно, должен бодрствовать. Он не должен спать ночью. Существует закон времени. То есть, ночью надо спать. Вся природа ночью спит. За исключением, естественно, хищников. Мы не хищники. То есть, солнце, как так условно, ложится спать. Вы нарушили этот закон. Поэтому, соответственным образом, у вас всё идёт не так. И вы сегодня имеете проблемы с сердечно-сосудистой системой. Я, конечно, вам выпишу какие-то там травы, он выписал. Доктор занимался аюрведой и занимается аюрведой. И он ему выписал. Но он ему сказал, имейте в виду, если вы продолжите вот это ночное бодрствование, у вас будет... То есть, это вам сигнал. У вас следующий сигнал даром не пройдёт. Он может быть ещё сильнее. Больной согласился со всем, что ему сказал доктор. Взял, так сказать, предписание, взял эти травы. И пошёл в освоясь. Через три месяца к нему поступил этот доктор. Но уже он поступил с инфарктом. Когда его привели в чувство, и когда врач уже мог с ним беседовать, он ему сказал, больной, теперь вы понимаете, о чём шла речь в прошлый раз. Он говорит, доктор, я всё понял, я буду искать новую работу, так, конечно, нельзя. Он говорит, хорошо, значит, всё, вы получили сигнал. Прошло ещё какое-то время, к нему поступил опять тот же больной, но уже с инсультом. В чём было дело? Дело в том, что он помыкался, помыкался, не нашёл работу, опять вернулся. И оправдывает это очень простым, как мы все оправдываем себя, делая не то, что нам положено делать. То есть, у нас всегда есть оправдание. То есть, мы должны платить моргидж, мы должны платить биллы наши, у нас там то, у нас там всё. И вот такие сложились обстоятельства. Он ему говорит, ну, теперь вы понимаете, дальше уже некогда, вы понимаете, что дальше уже, что может произойти дальше. То есть, вы теперь уже хозяин своей, так сказать, жизни. Он клялся, божился, тот его каким-то образом опять поправил, так сказать, выписал. Через какое-то время пришло известие, он умер. Он опять вернулся на работу и опять был ночным сторожем. А мораль той басни, да, как говорится, прежде чем лечиться, мы поступаем как? Мы приходим к нашим докторам. Мы говорим, у нас болит то-то, то-то. И вот совершенно верно, как вы сказали, доктор, который в те времена был, он знал всё о жизни своего пациента. Кто были его родители, кто были бабушки, дедушки, чем они болели, кем они болели. Поэтому, я понял, я извиняюсь, перебил. Поэтому врач поступил морально неправильно. Морально? Этично неправильно. Почему? Потому что у человека доход, он действительно не может найти работу. Кто-то же должен делать эту работу. Если не он, то будет другой. Так. То другой тоже будет болеть. Это же неэтично. Тогда нужно вообще запретить за... Ночную работу? Ночную работу. Значит, у человека есть выбора. У человека есть право выбора работать ночью. Вместо того, чтобы осуждать человека, вместо того, чтобы... А никто не осуждает. Им дается право выбора. Вместо того, чтобы, значит, ставить перед фактом, можно было помочь. Как? Можно было помочь. Есть люди, которые работают ночью годами, десятилетиями. И я работал ночью. И врачи работают ночью. Многие. На ночной смене. Я помню, я работал три ночи. И не спал между этим. Семьдесят два часа. Есть определенные практики, которые помогают, значит, нормально адаптироваться в этих ситуациях. Я в госпитале во Флориде работал только ночную смену. И просто нужно правильно адаптироваться. Нужно уметь хорошо выспаться в течение дня. Нужно уметь, как сделать, значит, sleep hygiene, называть. Это гигиена сна. Поэтому, если человек правильно, если доктор понимает, если, понимаешь, поэтому здесь говорится, если ты не кавир, кавир по-индийски это человек, который болел этим заболеванием и сам вылечился, только в этом праве, только в этом плане он может лечить других. Если человек не был в этой ситуации и осуждает, значит, как бы предвзятость такая, то я считаю это неэтично. Поэтому давай не будем осуждать людей. Человек выбрал... Нет, нет, мы не обсуждаем. Ну, человек выбрал, нужно помочь. Нужно помочь. Не нужно конфронтации совершать. Нужно конфронтации, я рассказал эту историю только лишь потому, что существует очень много причин. Ну, смерть этого человека идёт, значит, вином, отчасти является врач. Не в этом дело. Значит, ладно, поэтому я говорю, поэтому существует много факторов, которые определяет врач по призванию или врач по бизнесу. Поэтому врач не должен сам себя оправдывать никогда. Хорошо, давай мы тогда с тобой поговорим, что ты имеешь в виду по призванию и по бизнесу. Что такое по бизнесу? По бизнесу человек, который имеет конфликт интереса. Допустим, если человек выздоровеет, я у папы спросил, вот придумают таблетки, да? Придумают таблетки. И, конечно, человек будет с утра пить эту таблетку и никогда в жизни не будет болеть. Ну, такая панацея. Кремлёвская таблетка, да? Которая когда-то была. Что будет делать врач? Без работы останется. Ну, естественно. То есть ему выгодно, чтобы больной болел, да? Да, естественно. Это врач по бизнесу. Но если врач понимает, что... Ну, это в аюрвизе, так говорится, им платят за профилактику, чтобы там... Чем меньше люди болеют, тем это... Такого нету. Ну, придумали, конечно, всё. Это не придумали, это было в Китае. Это Мао Цзунон даже. У него была специальная программа по лечению. Ну, может быть, врача, на участке которых больные не болели. Это было совершенно официально. Ну, такого не было никогда. Нигде не читал. Может быть, это... Ну, знаешь, люди придумывают описывание. Со временем, честно говоря, кто-то напишет, допустим, I'm in progress. Кто-то напишет, I'm in very good progress. Добавят, 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 и там уже будет совершенно другая история. It's ok. It's ok. Но на самом деле сейчас такого нет. Значит, что будет в этом случае, если люди будут получать одну и ту же таблетку, и никогда не будет болезней? Врач будет невостребован. Так? Исчезнет эта профессия. Поэтому приверженцы этой части, они, естественно, хотят, чтобы люди болели. И когда к ним приходит больной человек, значит, пришли деньги. Правильно? Врач по призванию понимает, что... Значит, его судьба, его карма лечить людей. Он понимает, что он должен отработать это. И он понимает, что... Дело не в деньгах. А дело в том, что сколько людей, от скольких людей он больше получает благословение. Понимаешь? Вот в Узбекистане, когда ты лечишь, там тебя благословляют. Понимаешь? И это считается, как бы, самой большой наградой. Понимаешь? Значит, ты очищаешь свою карму. Вот это благословение, которое происходит от души, это самая большая награда. Больше, чем деньги. Поэтому, вот такой человек, это от Бога. То есть, он богобоязненный. И он понимает, что на этой земле его, значит... И он не думает о последствиях. Он даже... Он может работать так, что он придумает вот эти вот таблетки. Ремеди. И, естественно, врачи, которые по бизнесу, они будут, значит, сопротивляться всему этому. Но человек должен признать, что врач это... В конце концов, когда технологии будут в пике, значит, на вершине успеха, тогда и будут такие лекарства, они должны быть. Может, это не будет лекарство, может, это будет напиток. Но я считаю, что это должно быть. Напиток сома раса. Сома, да. Каждый брахман жаждет сома. Да, поэтому... Значит, врач от души, врач от Бога. Это человек, который изнутри, изнутри у него есть такой позыв. Ну, есть люди, которые, знаешь, которые, допустим, работали всю жизнь бухгалтерами, потом в каком-то периоде, значит, решили, что они лекари, и начинают, значит... Это неправильно. Всякое бывает. Всякое бывает, но человек должен... Я считаю, что у нас не 15-й век и даже не 19-й. Я скажу больше, даже не 20-й. Даже не 20-й. Ну, в 20-м я ищу... В 20-м было очень много прогресса в медицине. Я хочу сказать, что, ну, смотри, бессилие альтернативной медицины уже начинает показывать себя. Понимаешь? Бессилие альтернативной медицины. Да. Альтернативной медицины... Это какой медицины? А почему? А почему, знаешь? Нет, какой медицины? Потому что для Востока альтернативная медицина, как мы её называем, она самая, что ни на есть. Ну, Миша, мы сидим в Чикаго, естественно, альтернативная медицина. Восточная будем так называть. Да, смотри. Альтернативная. Ну, почему? Потому что там тоже нет таких специалистов. Там? Ну, там больше. Тоже для бизнеса. Это тоже для бизнеса. Всё делается для бизнеса. И доступность сертификата... Значит... Система. Облегчена. И люди просто, так сказать, кому не лень, идут туда. В общем, я хочу сказать, что человек должен обучиться во всём, чтобы стать врачом. Он должен не только знать аюрведу, дючжи, тибетскую медицину, акупанкчуру. Значит... Труды Авицены тоже надо знать. На основе Галена. Значит... Сочинение его Аристотель. Чакра Самхиту, которую принёс в Среднюю Азию Бируни. Это всё надо знать. Я уже не говорю о современной медицине. Нужно пройти 8 лет образования, значит, в какой-то программе медицинской, чтобы видеть, действительно понять, что происходит с человеком, действительно понять истоки заболеваний, истоки иммунной системы, значит, гомеостаза, как всё это... Давай возьмём самый простой пример. У меня есть хороший знакомый, который тебе знаком. И я уже приводил этот пример, как на радио. Он обратился к своему духовному учителю, и говорит... Точнее, духовный учитель ему задал вопрос. Скажи... Вот такой простой вопрос. На что ты будешь больше концентрироваться? На своём стремлении к Богу или на бизнесе? Вот ты живёшь в Чикаго, кстати. Ты живёшь в материальном мире. Но в то же время ты духовный человек, ты поклоняешься Богу, ты совершаешь определённые обряды. Вот какое твоё главное устремление должно быть? Он говорит... Ну как это? Конечно же, я буду устремляться к Богу, как я это и делаю. Я буду поклоняться, продолжать. То есть, мои все мысли лежат именно в этой плоскости. Он говорит... Неправильно. Тот говорит... Как неправильно? Вы же учите только этому. Он говорит... Ну вот я тебе приведу пример. Если у тебя ты не обеспечен материально, у тебя на шее висит вот те самые моргичи, вот эти вот билы, которые тебе надо платить. И ты садишься медитировать и произносишь имена Бога. А сам в своих мыслях ты там, там, в материальности. И ты думаешь, как же мне сделать этот платёж, который вот мне грозит, его надо сделать в течение... А денег нет. Как ты можешь тогда концентрироваться? Как ты можешь медитировать с полной отдачей? А он подумал и говорит, да, действительно, это так. То есть, вот Айбек, у меня к тебе такой вопрос. Как ты считаешь? Это... Да. Ну, я это на плоскость всё-таки мы говорим о здоровье. Хочу перевести в эту вот плоскость. Если человек постоянно думает о том, как бы ему найти деньги на оплату, то, чего он там должен, будет ли он здоров? В общем, я хочу возраститься к тому, что учитель сказал, ты будешь концентрироваться на Боге или ты будешь концентрироваться на бизнесе. Точно такой же вопрос задал Арджуна Кришне. Кришне. Ага. Он говорит, что... Объясни мне, что такое действие и что такое бездействие. Понимаешь, это более так философски, но приблизительно то же самое. Ну да. И Кришна говорит, только самый интеллектуальный человек на земле, самый интеллектуальный, то есть самый мудрый, может знать, что такое действие, а что такое бездействие. И действие, на самом деле, это бездействие. И бездействие на самом деле действие. Не порождает. Есть. Порождает это другое. Теперь, Саре, вот мы сейчас с тобой что-то делаем. Это действие, так? Но на самом деле это бездействие. Относительно чего-то. Ну, в реальности. В реальности. В предельной реальности. Райкин говорил, 22 бугая на полтора часа, они же могут заасфальтировать. Это, вот они бегают, гоняют мяч, да? А так бы они полос заасфальтировали. Не-не-не, ну это, не, это неудачно. Я не хочу сказать, что бездействие. Вот тебе, Саре, человек, когда ты сливаешься с космическим сознанием, с бесконечным интеллектом, действие превращается в бездействие. Ты понимаешь? Поэтому, по сути, вопрос, который задал гуру, ученику, ставится не совсем так. Нужно, послушай, нужно бездействовать и нужно действовать. ты не можешь постоянно и бездействовать, и не бездействовать. Поэтому, делая бизнес и при этом оставаясь недотронутым до этого, это называется карма-йога. Карма-йога. Ты делаешь свою карму, но при этом ты просто наблюдаешь, как ты делаешь. Но если ты решил отдаться, уйти от карма-йоги, тогда это называется гьяна-йога. То есть... Айбек, ты меня, конечно, извини, но мы договорились в начале нашей программы о том, что мы будем говорить попроще. Сейчас мы начинаем говорить, во-первых, терминами, которые не всем, естественно, понятны. Когда ты говоришь, я сейчас буду углубляться и говорить о том, что Арджуна сказал Кришне, это была Бхагавадгита, это было Наполе Куркшета. Дело не в этом. Просто это интересные факты. Это интересные факты, но давай попроще. Я задал простой вопрос. То есть, я привел пример, когда учитель спросил ученика именно для того, чтобы спросить то же самое тебя, но в плоскости здоровья. То есть, будет ли человек, можно ли сделать вывод о том, что человек больной или вот он заболел, потому что он материально не обеспечен? Конечно. Можно. На лице видно. Может быть и видно на лице. Но человек пришел к доктору, нашему доктору, современному, современно-аллопатическому доктору, современный центр медицины. И доктор посмотрел и сделал вывод. Да, дорогой мой, у тебя проблемы, причем серьезные проблемы, тебя надо лечить. Он у него не спросил, кто его родители, чем они болели, кем он работает. Опять же, то есть, это опять из той же оперы. То есть, тот человек, который в конечном итоге умер, который пришел к доктору, дело не в том, что он не выполнил, скажем, или нарушил закон времени, как ему сказал доктор, а в том, что он пытался найти деньги на пропитание, на проживание, на кормление семьи и так далее. То есть, получается тогда, что он бы не заболел, если бы деньги были. Правильно? То есть, получается тогда, опять же, логическую цепочку выстраивая, получается тогда, что человек, вот все вот эти высшие материи, которые мы тут все, так сказать, занимаемся, они сто лет никому не нужны, потому что сегодня конкретно человеку надо зарабатывать деньги, где бы он ни находился, ну, может быть, в большей степени, скажем, там на территории нашей, потому что у нас, скажем, там действительно есть моргичи и так далее, и так далее, что, в общем-то, все равно не отменяет абсолютно ничего, все равно их надо, так сказать, зарабатывать, и это не имеет значения, на какой территории на самом деле мы находимся. Так, как таким образом человеку, который, если бы он мог, он был уже давным, давно заработал и пошел там сидеть в медитации, удалился там в пещеру и так далее, и так далее. А вот как ему помочь, допустим, доктору, потому что ты сказал, доктор должен быть его учителем везде, во всем, во всех отраслях. Вот как ему помочь? Вот как бы ты мог помочь этому человеку, ты же доктор, правильно? Или ты можешь помочь как-то еще по-другому обеспечить этого человека, вот прямо такой простой вопрос, материально. Доктор обязан помочь. Но ты не прав в том случае, когда ты говоришь, что когда к современному врачу приходит человек, врач всегда спрашивает, чем он занимается, врач спрашивает его социальные... Всегда? Ну, кстати, можно поспорить. Я был у врачей тоже. Редко, правда, но был. Никто меня не спрашивал, чем я занимаюсь, извините. Нет, ну я пишу в графе, конечно, чем я занимаюсь, но это чисто формально. По идее, нужно спрашивать, и это дает определенное... Ну, неважно, неважно, да, хорошо. Тот ему сказал, он спросил, сказал, хорошо, попался доктор, знаешь. Значит, насчет того, как помочь своим больным. Действительно, врач... Вот я смотрю на тебя, да, например, я могу сказать, допустим, к чему ты предрасположен. В каком плане? Допустим, какой ты интроверт, экстраверт, меланхолик, флегматик, сангвиник. Да, меланхолики. Нет, ты не меланхолик. Дальше. Значит, врач сразу определяет, и врач может понять, допустим, человек работает ли, по специальности, по его... Предназначению. Да, или он делает что-то неправильно. То есть, он делает что-то неправильно, естественно, будет больно. Значит, врач должен определить, насколько, какой его потенциал. Допустим, исходя из этого, да, врач должен дать правильное направление. Каждый человек уникальный по своей природе. Каждый человек имеет что-то, что он может внести в общество и приукрасить и дать ему колории. Каждый человек. Есть люди, они прирожденные, значит, плод, они делают так, что просто сказочные вещи. Есть люди, значит, превосходные комики, они будут смешивать столпы и дать при этом хорошие стимулы. это, это, большой плюс. Поэтому, врач должен определить, значит, чем заниматься с этим человеком, с этим человеком, с правильным, направленным пути, исходя из его строения ушей, строения его глаз, строения его носа, губ. Понимаешь, все это вокруг ума, ум образует, все пять чувств. Исходя из этого, врач определяет, окей, а чем ты занимаешься? Допустим, если человек, который, понимаешь, склонен к написанию, значит, articles, или статей, больше, значит, журналистики, и вдруг он делает канализацию, то, естественно, он будет болеть. Понимаешь? Поэтому, в Америке, очень много так, потому что люди с высшим образованием, они занимаются чертишь что. и, естественно, они болеют и умирают быстрее, чем те, которые работают по призванию. Значит, это первое, то, что врач должен сделать. Второе, врач должен знать практически все. Тяжело, конечно, но нужно. Нужно идти со временем. Никогда нельзя отставать от времени. Допустим, время, технологию, врач должен всегда интересоваться, он должен всегда изучать, новые софтвера. допустим, он уже up-to-date, если он много со временем, то он все равно должен постоянно оттачивать свой разум. Постоянно. Он должен учить языки, он должен играть в шахматы, он должен изучать новые софтвера. Это обязан. исходя из этого, он должен понимать, значит, чем занимаются его пациенты. И этот интерес, он должен внутри гореть, как огонек постоянного врача. Поэтому судьба каждого пациента для врача не безразлична. Он должен знать, кто его папа, кто его мак, кто дедушка, прадедушка, кто его дети, где они учатся, чем они занимаются. Для врача это необходимо, потому что врач должен постоянно понимать, что раз у человека определенное заболевание в соответствии с его географическим социальным положением, его семейным положением, он как-то это должен формировать определенный файл и складывать в своем архиве. и это будет как бы подспорьем в последующих диагностиках такого же типа людей. Поэтому можно помочь, можно помочь, можно люди могут. Сейчас огромный потенциал в интернете. Можно зарабатывать, не выходя из дома, тысячи долларов в неделю. Это жизнь становится все легче и легче для людей, которые имеют идеи. Если у тебя есть идеи, если ты создаешь уникальную идею, то у тебя есть большие возможности. Полагаю так, что мы сейчас подошли к тому моменту, который, наверное, будет интересовать очень многих людей, как конкретно можно зарабатывать, что впоследствии облегчит состояние, физическое состояние того человека, который имеет какие-то проблемы. Ну, тут, в общем-то, очень просто. Если человек о чем-то думает, если он концентрируется на чем-то, особенно, если это негативно, во-первых, негативные эмоции разрушают человека, во-вторых, любые думы тяжелые, тяжкие думы, они блокируют поток энергии, который в теле, и, энергетическое, скажем, там, потенциал человека уже будет не тот, который ему нужен. Что в конечном итоге отразится на здоровье, на физическом. У меня учитель, он лекарь, значит, была семья, и, значит, глава семьи, он попал в депрессию, сильнейшую депрессию из-за бизнеса. Там вышли какие-то законы, лицензии, аксизы, и что-то такое, наверное, все. В общем, он занимался таким бизнесом, у него, значит, была большая потеря. И, о депрессии, да? Не хотели антидепрессанты ему давать, и все такое, поэтому действительно депрессивно, ничто его не интересовало. Отвечал только да, нет, да, нет. Он не участвовал в спорах, не участвовал, знаешь, в таких, ну, где, это уже принято постоянно собираться, в чайхане, там, и, совместная еда всегда, никогда не кушаешь, один, два, там, 15-20 человек собирают, всегда, и, готовишь, в общем, он в этих учебнях не участвовал, был очень депрессивный, и, пришла к нему жена, и он сказал, окей, я ему сделаю лечение, у него учитель. И, в общем, жена дала, ну, попросила у нее, чтобы это денег, и, в общем, она им дала деньги, и, значит, знаешь, как он его вылечил? Вместо того, чтобы он приходил к нам, этот человек, значит, мой учитель, ездил к нему домой, на запад, каждый день. И, каждый раз, он ему, когда они здоровались, каждый раз, он ему ложил 100 долларов. И, в общем, постепенно, постепенно, человек, ну, он не понимал, откуда эти деньги, просто ему как-то, ну, давали 100 долларов, понимаешь, он так, он, у него даже не было, значит, такой силы, чтобы отказываться, конечно, в депрессии, такой, но, постепенно человек вылечился. Ну, хороший учитель, хороший учитель. Айбек, я думаю, нам нужно, на этом, завершить наш, подготовительный процесс к тому конкретному, скажем, итогу, или к следующей нашей программе, когда мы будем тебя спрашивать, ну, раз ты, вот так сказать, учишь людей, как быть здоровым, и как, и говоришь о бизнесе, вот конкретно, что ты мог бы, скажем, предложить нашим радиослушателям, из того, что ты сам уже прошел на своем опыте, поскольку мы действительно все живем в этом мире материальном, и мы все должны платить за наши какие-то и коммунальные услуги, и за проживание в квартире, или доме, и так далее. Абек, еще раз, спасибо большое за твое время, как всегда, это было во всех вариантах познавательно и интересно, я думаю, что эта программа пошла более мобильно, чем просто, вот, чтение, даже, даже такого серьезного трактата. Нет, дело не в этом, потому что кому-то, возможно, это надо, но тем, кому это надо, мы тогда будем совсем в другом формате вести наши программы, а пока вот таким образом, ну, и, дорогие друзья, позвольте завершить нашу программу, сегодня 26 июля, если вы хотите какие-то, оставить свои комментарии, свои предложения, и у вас есть какие-то вопросы, то это sungatesradio.com, 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 sungates, солнечный оборот на конце буквы sungates108, это наш скайп, 847-226-9956, это наш телефон, всего доброго, до свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok